Мы представляем Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи. И за регистр у нас отвечает другая организация в нашем регионе. Мы ведем только госпитальный регистр, сталкиваемся с рядом проблем, как и вы, в ходе своей деятельности, как то нежелание врачей корректно писать и правильно кодировать заболевание. Но мы имеем передовой опыт в плане создания нового регистра, он пока еще в проекте. Мы планируем создать регистр наследственных раков. И пилотным проектом у нас является город Кронштадт. Он удобен тем, что он локализован от всех остальных районов города Санкт-Петербурга и имеет всего одно лечебно-профилактическое учреждение на своей территории, что упрощает нам возможности взаимодействия и сбора информации. И на этапе набора первичных данных мы уже столкнулись с рядом проблем, как то доступность коммуникации для населения города Кронштадта, потому что данные все мы получили от поликлиники, и поликлиника собирала только домашние номера телефонов почему-то. Это нам существенно затруднило задачу. Сейчас мы пытаемся набрать мобильные номера пациентов, которые состоят у них на учете. Всего у них порядка 240, а я не сказал, собственно, о цели нашего исследования. Мы выявляем БРЦА-1 и БРЦА-2 мутации с целью профилактики рака молочной железы яичников. У девушек, женщин опытом своим с нами поделился Поморский медицинский университет, профессор Ян Любинский. У него передовой опыт, он собирает информацию с 1993 года и имеет данные по наследственному регистру раков по Польше в полном объеме. Следующей проблемой помимо коммуникации явилось то, что люди трудоспособного возраста в рабочее время, как правило, недоступны, потому что они работают. И нам приходится планировать нашу деятельность, чтобы собирать информацию либо во вне рабочее время, либо в выходные дни. Тут возникают определенные сложности и с транспортными возможностями пациентов, либо с нашим выездом в поликлинику, так как поликлиника в выходные дни также принимает ограниченно. Третьей, наверное, ключевой и главной проблемой является слово «мутация». Мы решили ее полностью исключить при общении с пациентами, потому что, услышав слово «мутация», пациенты думают, что это что-то страшное, что они какие-то не такие, они с каким-то дефектом врожденным и пугаются. Причем, получая отрицательный результат, они просят четкое, заверенное чуть ли не гербовой печатью подтверждение того, что они не мутанты и их рак молочной железы никак не связан с наличием каких-то у них дефектов. Программное обеспечение на настоящем этапе у нас отсутствует. Пока что мы ведем полностью учет вручную. В действующий МИС просто мы добавили в нее несколько графов для существующих пациентов. Мы пользуемся питерской разработкой «Вистамед». Я знаю, что у многих регионов она есть. Ну, не у многих, но у ряда регионов она есть. Они также знают ряд проблем, которые с ней существуют. Но мы планируем с Нового года, как и многие здесь, не одиноки в этой проблеме, перейти на новую информационную систему. Она была нами подсмотрена в Польше. Они согласились ее локализовать специально для нас. И надеемся, что она нам поможет ввести и регистр наследственных раков, и оптимизировать нашу госпитальную базу с целью сбора более оптимальной и более информативной базы. Да, и следующий еще момент, который я для вас, как для работников регистров, скажу как работник госпитального звена. То, что мы не имеем никакой обратной информации практически. Да, только это годовой отчет, который, как правило, у нас готовится к апрелю-маю. Ну, хотелось бы чуть более ускорить это взаимодействие. И другой момент, то, что кто-то говорил, что они взаимодействуют с органами ЗАГС или с представителями Росстата в своем регионе по поводу умерших. К сожалению, у нас также большая проблема с умершими. И так как мы находимся на стыке региона в Санкт-Петербург, Ленинградской области, пациенты у нас также обладают большой внутренней миграцией. Потому что он живет, например, на границе в пригороде, в Ленинградской области. Временная регистрация у него в городе. Или вообще ее нет. Страховая организация ему дает полис по месту работы. И тут возникает определенная сложность. Где же он все-таки умер? В Санкт-Петербурге? И это Санкт-Петербургский больной. Или Ленинградская область? И это уже областной пациент. Наверное, у меня все. Если есть какие-то вопросы. Большое спасибо. Да, у нее вопрос. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какое количество пациентов вы планируете, чтобы было в регистре? И учитывая, что 5-10% считается это наследственные раки, красмолочные железы, яичники. Как вы планируете, какое количество вы наберете? И второй вопрос. По поводу коммуникации с пациентами. Все-таки вы можете подробнее сказать, как вы взаимодействуете с пациентами или с их родственниками? Вот если можно поподробнее. Дело в том, что мы также сейчас, Томский диспансер, на базе своего оргмедот отдела, мы открыли кабинет профилактики онкозаболеваний. И наше направление в создании регистра также лиц высокого онкологического риска. Мы называем один из блоков. Это будут лица с наследственными раками. Вот хотелось бы с вами, конечно, сотрудничать. Это первое. А второе, вы можете все-таки поделиться, как вы общаетесь с пациентами, какие есть проблемы? Потому что сегодня у нас наступает этап взаимодействия с пациентами или с родственниками. Как вы будете работать? Какая-то анкета или как-то? Немножечко расскажите хотя бы в двух словах. Спасибо за вопрос. Совершенно верно. Мы начали работать с поликлиникой, чтобы они распространяли по максимуму анкета. Она просто в обычном у них лежит в таком ящичке на входе. И сами мы активно средствами своего колл-центра обзваниваем пациентов, сведения о которых есть. То есть уже несколько раз мы обзвонили ту базу, которая нам предоставлена. И по максимуму пытаемся достать тех, до кого не дозвонились. С нескольких попыток. На настоящий момент мы установили связь с 56 пациентами. 40 из них уже пришли на обследование, как правило. Если оператор четко действует с крипто, который ему предоставлен врачом, никаких проблем не возникает. Всем интересно. Все хотят узнать информацию о состоянии здоровья. Ну, собственно, проблем на этом этапе нет. Единственное, не использовать слово «мутация». Это вот наша самая большая ошибка, с которой мы столкнулись. По поводу количества пациентов. За нами условно по маршрутизации приказом Комитета по здравоохранению закреплено 2 миллиона 800 тысяч человек. В принципе, мы планируем, что со временем, если получится нам доказать необходимость этого метода исследования, его чувствительность. Так как есть проблемы еще и ложноположительных результатов, и ложноотрицательных. И получить финансирование хотя бы на диагностику. Потому что сейчас мы эти тесты выполняем исключительно за счет средств центра. И мы планируем, что со временем все 9 районов, которые за нами закреплены, будут обследованы. Продолжение следует...